Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в месяц Энуль. И в месяц Энуль принято, уже говорят мудрецы, что можно друг другу желать ктивавы хатиматува хорошей записи, хорошей печати в новом Безраташем году. Всем нам желаю хорошего года! Итак, мы ожидаем Рошашана, День Суда. Всевышний приходит и судит все человечество, кто как себя ведет, кому что дать. В следующий год великий и грозный День Суда Рошашана. Я бы хотел с вами буквально пару минут поговорить, а как же Всевышний судит каждого человека, на что он смотрит, как происходит вот Божественная Канцелярия, как происходит сам суд. Отличает нам Альтер Мисвободка. Он говорит нам очень важную и интересную вещь, что точно так же, когда происходит война между двумя государствами, есть всегда три участка, три территории. Первая территория, которая уже захватила одно государство, там уже в принципе спокойно, там уже стоят войска какого-то одной стороны, там есть законы этой стороны, там уже нету бунта практически. Эту территорию захватили, там все спокойно, там все понятно. Есть другая территория, которую вообще еще не захватили, там бои тоже не происходят. Это территория другого государства, там другие законы, это второй участок, и между ними находится линия фронта. Вот на линии фронта происходят все бои. Линия фронта двигается то в одну сторону, то в другую, в зависимости от сил двух сторон. Там происходит борьба. То есть действия военные происходят только вот по этой линии фронта. А в этих двух сторонах, в принципе, относительно спокойно. Говорят нам наши мудрецы, что точно так же у каждого из нас в нашей духовной работе, в нашей духовной борьбе. Есть какие-то вещи. У нас есть много заповедей, свыше нам, да, слава Богу, много разных заповедей, которые мы можем легко исполнять. Некоторые легче, некоторые сложнее. И всегда у нас есть три категории заповедей. Есть которые мы легко соблюдаем. Например, запрет кушать насекомых. Мы и так их не едим. Запрет кушать кровь, употреблять кровь в пищу. Это ужасный запрет. Кто пьет кровь, кто... Это отвратительно, мы это все не любим. Это в запретительных заповедей. Или, например, в заповедях АСЭ. Делай. Уважай родителей. Все уважают родителей. Не убей, не укради. Все не воруют, стараются. Все не убивают. Это для нас вообще украсть. Для нас это ужасно, позорно. Убить это вообще чудовищно. Есть заповеди, которые у нас уже в кармане. Нет никакой борьбы, чтобы их выполнять. Это одна территория. Есть другие заповеди, которые на сегодняшний день мне очень сложно выполнить. Человеку, вот сегодня они для него шаббат. Сегодня он не понимает, что такое шаббат. Он не понимает, что Всевышний специально дал нам такой день, чтобы мы отдыхали, уподобились ему. И этот день благословляет всю неделю. Он этого все не понимает. Он только открыл для себя Тору. Он только начал свои первые шаги в Торе. Шаббат для него пока что он положил это куда-то в ящик. И он-то будет об этом думать через год, через два, через три. Дай Бог, как можно раньше. Но пока что шаббат, он даже об этом не думает. Это вторая категория заповедей. И третья категория заповедей там, где проходит линия фронта. Например, возьмем заповедь «Приглашать гостей». Очень важная заповедь приглашать гостей в шаббат, в будни, кормить бедняков, накрывать столы. И вот наш еврей, он уже начал соблюдать, он уже первых гостей, он уже принял. Я, конечно, утрирую просто как пример. Он уже начал принимать гостей. Но в этот шаббат он опять не принял гостей. Ему было лень готовить, подготавливать дом. Вот это вот шумиха. Они приходят, их дети, мои дети, все шумят. Ну зачем, я хочу дома спокойно посидеть. И вот он с этой заповедью, его «линия фронта», в кавычках, его борьба, его достижения духовные, сейчас происходит на линии фронта борьбы за эту заповедь, как мы сказали, «Ахнаса Турхим приглашать к себе гостей». И так у каждого из нас. Что-то мы уже давно приобрели. Что-то для нас вообще не вызывает никаких сомнений и борьбы, противостояния и желания нарушить. Скушать свинину, не убей, не укради, кровь насекомой в пищу. Это для нас уже старая тема забытая. Это мы уже приобрели навечно. Это уже у нас в кармане эти заслуги. Какие-то вещи мы еще не соблюдаем, к сожалению. И где-то происходит у нас борьба, я учусь еще час торвы, я еще больше помогаю бедным. И здесь происходит моя борьба, конкретно здесь происходят боевые действия, и здесь происходит наш рост, наше преодоление каких-то духовных преград. Говорит Альтер Месвободка, что Всевышний судит именно, где проходит линия фронта. В прошлом году она была где? Вот здесь? А ты уже прошел дальше, ты захватил новые духовные территории, ты приобрел в себе новые заповеди, тогда молодец, еще тебе дадут кредит на этот год, Росшана, хороший год, все будет хорошо, еще ресурсы, больше здоровья, чтобы ты мог еще больше ходить в синагогу, больше денег, чтобы ты мог поддерживать бедных, помогать своей общине и так далее, и так далее. Или, не дай бог, нет, ты наоборот сдаешь позиции, твоя динамика отрицательная. Мало того, что ты эту заповедь, которую ты боролся в том году, ты ее не захватил, не приобрел, так ты еще другие перестал соблюдать. Ой-ой-ой, тогда Всевышний уже будет думать, что с таким человеком делать. И так у каждого у нас есть линия борьбы, линия фронта, и все мы должны продвигаться, еще год, еще неделя, еще день, каждый день, каждый день, еще больше приобретать, двигаться, еще лучше уважать родителей, уважать и любить свою жену, написано, жен нужно любить больше, чем себя, уважать больше, чем себя, помогать, помогать другим. И так мы постоянно растем, и растем, и растем, и в Росшишана происходит суд, где же ты находишься, какая у тебя динамика, положительная, или, не дай бог, не так. И Торр нам иллюстрирует вот эту вот вещь в поступках Лота, племянника Враама, был такой племянник Враама, Лот, вначале они жили вместе с Враамом, потом он сказал, что у нас, у меня много животных, скот, у тебя скот, и нам тяжело вместе сосуществовать, и он ушел в дом, самое такое грязное, духовное, духовно грязное место, и Всевышний потом уничтожает дом. И вот этот Лот, он спасся из уничтожения с дома. Почему? Говорят нам наши мудрецы, говорит нам Тора, что он спасся благодаря заповеди, что он не сдал своего дядю, и там Тора называет его братом, он не сдал своего брата Авраама, когда тот пришел в Египет и назвал свою жену, свою жену Сару, назвал ее своей сестрой. Наши праотцы, когда находились в таких вот местах, где не боялись Всевышнего, где были грешники, они своих жен называли сестрами, потому что в те времена могли убить и забрать твою жену. А раз ты брат, то ты не мешаешь, себя убивать не будут. И вот-вот написано про него, что он был очень-очень жадный. И когда Авраам пришел в Египет и назвал Сару своей сестрой, он мог очень много заработать на информации, что Сара не сестра, а жена. И раз он промолчал, а он такой прямо жадный, всегда хотел заработать, где он только мог, он всегда зарабатывал. И раз ты промолчал, и ты не сдал своего брата Авраама, ты будешь спасен из города с домом. Так написано в Торе. И здесь нужно немножко пояснить, почему именно эта заповедь его спасает. Ведь мы знаем, что вот принимал гостей в доме, а в доме был закон, кто принимает гостей, кто помогает бедному, его сразу убивают. И вот под страхом, под угрозой смерти принимает всегда гостей. Почему же заповедь принимать гостей, она его не спасла, а спасла заповедь и заслуга, что он не настучал на своего брата Авраама. Почему сработало именно это, а не это? Говорят наши мудрецы, что Лот воспитывался в доме Авраама, а Авраам всегда приглашал гостей. У Лота было в крови принимать гостей, он это делал всю свою жизнь. У него не было борьбы вот в этой заповеди приглашать гостей. Для него это было обыденно, очевидно, что нужно это делать. Ему это было прямо без гостей, ему было тяжело, как Аврааму. Поэтому заслуга, конечно, за любую заслугу, которую мы делаем автоматически, к которой мы привыкли, всегда даже не совсем осознанно, любая заслуга, мы получаем награду, любая. И Лот заслугу принимать гостей тоже получит награду. Но спастись ему эта заслуга не помогла, потому что она для него уже была много лет. А какая заслуга его спасла, что он не выдал своего брата Авраама? А почему именно она? Потому что здесь происходила вот эта вот линия борьбы, линия фронта Лота. Он везде пытался заработать, даже запретным путем, даже подставить своего брата. И здесь он сдержался, он промолчал. О, ты преодолел себя, ты свою линию фронта отодвинул еще дальше, ты продвинулся духовно, ты будешь спасен из дома. Потому что именно в этом заключается суд на небесах. И самая дорогая заповедь на данный момент, это которую я сейчас приобрел, мое новое приобретение, и то, что я дальше пошел в духовном развитии, и я продвигаюсь. Именно на это будут смотреть Брошана. Я желаю всем хорошего года. Ктива вахатима тува. Дай на Бог продолжать расти духовно, линию фронта откидывать еще дальше, двигаться вперед, только вперед. И чтобы свыше всегда нам давал шефа, браха, баслаха. И давайте вместе учить Тору на ваекра. Субтитры сделал DimaTorzok